Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие куриные сердечки. Я их обожаю. Пожарила их мамочка вместе с картошкой и луком. Лук я просто убираю в сторону, а сердечки в рот. Просто тает во рту. Это прямо мое самое любимое. Здесь дальше у нас мимоза с курицей. Я больше люблю с курицей. Селедку под шубой, конечно же, с рыбкой, а мимоза обязательно с курицей. Огурчики консервированные и, конечно же, наши любимые с вами маслины. Также перчик. Не просто для декора мы его сейчас кушать будем. Давайте приступим. Откроем сок. Будем отвечать на вопросы сегодня. То я постоянно болтаю, болтаю, забываю совсем. Вы знаете, вчера, вчера вечером совсем, я скачала себе книгу в электронном формате. И решила читать, развивать свою речь. Я заметила в последнее время, что я плохо говорю на русском. То есть я иногда неправильно выражаю свою мысль. Когда я училась в универе, у меня обучение было чисто на русском языке. Русский язык у меня был в совершенстве. Сейчас у меня, например, в голове есть какая-то мысль. Я ее не могу грамотно вам сформулировать. Просто на работе вообще не используется русский язык. С мамой, правда, мы говорим постоянно на русском. Дома. С бабушкой на лесгинском. С парнем мы общаемся на азербайджанском. Поэтому у меня русский язык начал прям хромать. Я прям это замечаю. У меня появился такой акцент дурацкий. Попробуем мимозу. Такая нежная. Давайте приступим. Я уже подготовилась. Вопрос задает Галина Анасюк. Точнее, не вопрос, а просто рассказывает свою историю. Пять лет назад я вышла замуж. Родила троих детей. Сейчас муж Господи, все развалилось. Всячески отказывается мне помогать. Мне платят алименты. Расскажи, пожалуйста, Айка, о моей проблеме в видео. Что делать в такой ситуации? Пусть подписчики тоже мне что-то посоветуют. Так как я не имею детей. Особо, знаете, такого совета не могу дать. Просто, знаете, я считаю, что конечно, сейчас уже поздняк метаться. Я считаю, что все-таки надо рассчитывать на себя, девочки, у кого нет пока что детей. Подумайте. Вот сколько сможете осилить чисто вы без мужа? Сколько сможете обеспечить? Вот столько и рожаете. Потому что, знаете, вот ты думаешь человеком, ты всю жизнь проживешь. Он такой идеальный, такой хороший. Так любит детей. И бац, находит себе другую, раз. Ни ты не нужна, ни дети не нужны. Вот тогда начинается истинное лицо человека. И куча таких историй среди моих знакомых. И среди родственников дальних. Смотрю на девушек. и прям реально делаю себе вывод. Я считаю, что нужно добиваться того, чтобы он платил алименты. Ходить там к этим судебным приставам. Он обязан. в конце концов, он же знал, на что идет. вообще большой поклон всем девушкам, у которых двое или трое детей. Вот я лично не представляю себя матерью троих детей. Это настолько сложно. Вот я элементарно убралась. Я представляю, что сейчас все это дети опять переставили местами. Опять бардак. Огромный труд. Просто огромный. напишите, пожалуйста, в комментариях, может, у вас тоже были подобные случаи. Как вы с этим боролись? когда вам не платят алименты. Сейчас меня, конечно, обвинять будут в том, что я всегда женщин защищаю. Но, блин, ребенок хочет есть. Ребенок одевается. Ходит в школу. То есть, неужели ты не хочешь, чтобы твой ребенок хорошо жил? Пока женщина нужна, дети нужны. а потом уже нет. Мы, когда жили в Саратове, у нас был там сосед. У него было четверо детей. И, получается, в какой-то один из дней он просто пропал. Объявили в розыск, туда-сюда, искали, думали, что-то случилось. Через шесть лет нашли. Оказывается, нашел другую женщину, чтобы этим не платить, живет где-то, скрывается, неофициально работает. Новая семья, там трое детей. неофициально. Я его так не видела. Ну, как не видела. Мы, когда переехали туда, уже эта история была. в процессе того, как мы жили в этом доме, выяснилась вот эта ситуация. Просто одно кажется очень удивительным. Неужели уголовный розыск не смог его найти? она даже говорит, что наша соседка полиции все сначала думали, говорит, на меня. Что я ему что-то сделала. смотришь просто на такие примеры и в шоке от всего происходящего. Поэтому как бы нужно делать выводы. Учиться на чужих ошибках. Она рассказывала просто день ночь плакала. Я думала сто пудово что-то случилось. Там не знаю его убили, где-то похоронили. Тысячу снов видела, по гадалкам ходила. И подумать не могла, что просто решил уйти от нее. Решил уйти, просто скажи ей об этом. поэтому девчонки на мой взгляд опять же возможно я не имею такого опыта как вы. Но мне кажется, что нужно рожать столько, сколько ты сможешь воспитать. Это хорошо еще знаете в России материнский капитал, пособие. У нас фиг. Возможно до меня дошла неправильная информация. Я слышала, что на первого ребенка 400 тысяч дают, на второго 600. Я просто знаете, так подумала офигенно. То есть очень хороший старт. Это мы вообще молодцы государства в этом плане, конечно. у нас если мальчик родится, тебе дают 2000 рублей. На ваши деньги 2000 рублей. Если девочка, он чуть меньше. И все. Есть тебе где жить, нету, дальше твои проблемы. Вот в России в этом плане можно даже найти ипотеку взять. Материнский капитал взять денежку. добавить чуток. Взять квартирку. То есть такая, знаете, конкретная помощь. Как же вкусно, ребят. мимоза тоже очень сочная. Я не люблю, когда она остается. Например, сегодня приготовили, через два дня я уже не могу это есть. Очень сложный ник, поэтому я лучше не буду его коверкать. Мне интересна материальная составляющая блога. Расскажи, пожалуйста, Айка, сколько ты платишь налогов, сколько процентов и в год сколько выходит. Я плачу пять процентов. Вот. Хотя инстаблогеры не платят два процента. так как гугл это юридическое лицо. В общем, не буду умничать, ребят. Не знаю, в чем там этот прикол, но я плачу пять процентов. Плюс еще каждый месяц за пенсионное начисление вот так вот. Что касается заработка, на сегодняшний день тысяча просмотров на ютубе вот в январе. Январь это самый дешевый месяц. Тысяча просмотров пятьдесят копеек. следовательно, весь мое видео набирает пятьдесят тысяч просмотров. Я получаю двадцать пять долларов. Вот такая вот система там. Ну, зарабатываю, конечно. Я вообще очень счастлива, что есть возможность заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги. Потому что если вернуться лет пять назад, то это была просто, знаете, мечта, которая мне казалась просто нереальной. Были сложные времена. я ходила в семь магазинов, чтобы мне одобрили кредит. И ни в одном из этих магазинов мне его не одобрили. Поэтому так что сейчас я просто счастлива, что происходит в моей жизни. Я счастлива, что я занимаюсь любимым делом и получаю хорошие деньги за это. если у вас тоже внутри есть такое желание, почему нет? Уже вечер, сильно нажраться не буду, всех люблю, целую, всем пока!